Самара вошла в тройку бюджетных направлений для отдыха осенью. В областной столице номер в гостинице на двоих в среднем обойдется в 5000 рублей. Туристы выбирают для поезда к путь к замку Грибальди в Хрящевке, к Жигулевским горам, Бариновской мельнице и другим местам. Утренняя электричка Самара Похвестнева 18 октября отправится с другой платформы. Посадка на поезд отправлением в 9.03 будет осуществляться с первой платформы первого пути. Пройти к вагонам можно через первый этаж здания вокзала. По данному маршруту остановки на платформе «Школьная» не будет. Дошкольники из нескольких регионов России приняли участие в соревнованиях по алгоритмике в цифровой образовательной среде «Пикто-Мир» алгоритмиада 2024. В Самарском университете телекоммуникации и информатики прошел финальный этап всероссийского соревнования. За победу боролись 15 команд. Подробности в программе «События» на телеканале «Самары ГИС». Защитник крыльев Советов Томас Галдамес сыграл за сборную Чили. Игра была со сборной Колумбии. Футболист выступил в стартовом составе. Матч закончился поражением чилийцев 4-0. В Самарской области утвердили предельный размер платы за технический осмотр транспорта. За легковые машины нужно будет заплатить 1097 рублей. Стоимость техосмотра автомобилей, которые перевозят более 8 пассажиров и весят не более 5 тонн, составит 1878 рублей. 17 октября в 4 часа 47 минут жители Самарской области смогут увидеть Супер-Луну. В этот момент спутник будет находиться всего в 357 173 километрах от нашей планеты. Это минимальное расстояние за весь год. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что наценка на хлеб в России аномально высокая. Накрутка в торговых сетях составила 60%. Согласно последнему мониторингу цен на хлебобулочные изделия в Самаре, их цены варьируются от 45 до 96 рублей.